Всем привет и добро пожаловать на канал Бибитаки Долз. И сегодня мы продолжим говорить о разных персонажах из линейки Fashion Royalty от Integrity Toys. И следующим персонажем стала Кёри Сато. Немного об этом персонаже мы уже узнали из истории Вероники и Адель. И давайте разберемся, что же там произошло. Итак, Кёри это супермодель из Японии и подруга детства Вероники Перин. Кёри являлась лицом компании W Cosmetics с момента ее основания. W Cosmetics это компания Вероники Перин. Характер у Кёри непростой. Эта дама очень алчная и своенравная. И сначала все шло хорошо, но затем Кёри начала уезжать в Японию довольно часто в какие-то непонятные поездки, никому не объясняя цель этих поездок и уезжая внезапно и часто подставляя компанию. Веронике все это не понравилось и между девушками возникает конфликт. В итоге Вероника берет другую модель, Адель Македа, и Кёри разозлилась и ушла из компании. Но выяснилось, что все эти тайные поездки в Японию были не просто так. Оказывается, Кёри незадолго до ухода из компании познакомилась с женой владельца другой косметической компании. Называется она Missima Corporation. И этой женой является никто иной, как персонаж Наталья Фаталь. Между двумя девушками завязывается дружба, и однажды Наталья Фаталь рассказывает Кёри о том, что в ее планах сместить своего мужа с высокого поста. И чтобы это сделать, Наталья предлагает Кёри сделку. Кёри рассказывает обо всех секретах W Cosmetics, а Наталья дает Кёри за это отличный контракт. Кёри мучает угрызение совести, но недолго, потому что деньги нравятся Кёри намного больше, чем люди. В итоге она соглашается на промышленный шпионаж, и компания Наталья Фаталь, узнав все секреты, добивается огромного успеха на рынке. А Кёри становится лицом уже новой компании и управляет всеми моделями в компании. Но недолго все шло хорошо, потому что в итоге в компании начинаются проблемы, и совет директоров снимает Наталью Фаталь с поста генерального директора. И Кёри не встает на ее сторону. Друзьями Кёри никого не считает, а враги у нее везде. А особенности это все, кто относится к компании W Cosmetics и к Веронике Перинь. Особенно она ненавидит Ванессу Перинь и считает ее ханжой. И с недавних пор Кёри положила глаз на продюсера Дариуса Рида и пока успешно заманивает его в свои сети. Больше всего Кёри любит устраивать шумные скандалы. В них она себя чувствует просто отлично. Первая кукла Кёри появилась в 2004 году. Точнее их было даже три. Первая кукла из коллекции Graphic Flirtation называлась Glam Slam. Скульпт Кёри 1.0, скинтон FR White, тип тела FR1, тираж 1200 штук на мир, а ее цена была 60 долларов. Это брюнетка с длинными прямыми волосами, волосы разделены на боковой пробор. У нее тонкие коричневые брови, глаза подведены серыми тенями. Губы с нюдовой помадой. Контур обведен темным карандашом. Глаза у Кёри серо-голубые. Наряд у нее довольно простой. Это связанная кофта на молнии и белые короткие шортики. На ножках белые сапоги из лаковой кожи и есть большая сумка из такого же материала. Из украшений у нее есть серебряные серьги и кольца. Вторая кукла из коллекции Sheer Perfection и называлась она Urban Geisha. Скульпт Кёри 1.0, тип тела FR1, скинтон FR White. Кукла вышла тиражом 1200 штук и продавалась за 50 долларов. Это тоже брюнетка с прямыми волосами. Пробор на этот раз прямой. Брови тонкие, темно-коричневые. Кори глаза подведены коричневыми тенями и на губах вишневая помада. И она в шикарном кимоно из черного атласа с окантовкой и поясом мятного цвета. Сзади на кимоно вышит белые журавли. У этой Кёри есть черный туфли, сережки-гвоздики с зелеными камнями и веер с росписью. И мне очень нравится эта кукла. Третья кукла под названием Red Blooded Woman вышла в коллекции Sheer Perfection. Скульпт Кёри 1.0, тип тела FR1, скинтон FR White. Тираж у нее 850 штук и продавалась она за 100 долларов. Черные волосы собраны в высокую прическу вечернюю и в прическе есть две золотые палочки для волос. Брови тонкие, черного цвета. Тари и глаза подведены оранжевыми тенями. На щеке есть родинка, помада красного цвета. Одета она в длинное вечернее красное платье со шлейфом. Лиф бюстье, а передняя часть платья украшена шнуровкой. Дополняют платья меховая накидка. В комплекте с Кёри есть небольшие золотые сережки, складной веер и золотой браслет. И на шее кольги в виде золотой змеи. В 2005 году выходит уже 6 кукол Кёри Сата. И первая из коллекции Агент Провокатор под названием Born to Gimble. Скульпт Кёри 1.0, тип тела FRA, скинтон FR White. Вышла она тиражом 600 штук на мир и продавалась за 150 долларов. Напомню вот этими картинками, чем отличался новый тип тела. Волосы у этой куклы коричневого цвета с красными прядками. Собраны они в красивую вечернюю прическу с завитыми на лбу локонами. Тонкие черные брови, синие глаза смотрят вбок и подведены черным контуром с длинной стрелкой. Тени розового цвета. На губах помады сливового оттенка. Она в вечернем платье с отрезным лифом с драпировкой и юбкой в пол силуэту русалка темно-красного цвета. Дополняют наряд длинные черные перчатки и золотые серьги с подвесками из черного бисера. Кёри весело проводит этот вечер. У нее в комплекте есть бутылка и бокал коньяка, мундштук и игральные карты. Вторая кукла это Far Subject из коллекции Black Lacker. Скульпт Кёри 1.0, скинтон FR White, тип тела FR-A. Тираж ее был тысяча штук, а цена 130 долларов. У этой Кёри короткая графичная стрижка. Брови черные и они стали чуть шире. Голубые глаза подведены черным контуром и розовыми тенями. Помада на губах ярко-красного цвета. Платье из ярко-красной ткани с вышивкой. Оно с глубоким декольте и открытой спиной. Юбка узкая и расширяется от колен. Внизу подол с разрезом и украшен бахромой. В ушах у нее длинные золотые серьги с подвесками из голубого бисера и есть в таком же стиле браслет. Еще вышли две куклы под названием Гинза. Скульпт Кёри 1.0, скинтон FR White, тип тела FR-A. Кукла блондинка вышла тиражом 500 штук, а кукла с рыжими волосами 100 штук на миг. Обе куклы продавались за 220 долларов. Образы у этих кукол одинаковые. Отличаются они только цветом волос. Куклы уложены в красивые крупные кудри. Макияж глаз в фиолетовых оттенках, а на губах помада коричневого цвета с оранжевым подтоном. И такая высокая цена объясняется тем, что это не просто куклы, а гитцет. В комплект входили разные наборы одежды. И начнем с вечернего платья. Состоит оно из черного атласного корсета и пышные юбки с фаланами из черной сетки. Передняя часть подола короче и видно сиреневую подкладку. На талии есть небольшой потс. В коробке кукла находилась в сиреневом нижнем белье. Второй набор состоит из узких брюк из черного атласа, белые рубашки и черного жакета. Сверху можно надеть черный тренч. И все эти наряды можно дополнить аксессуарами. Длинная многоярусная серебряная цепочка с подвесками из черного и белого бисера или тонкий черный галстук. Сумка-клач из черного атласа или объемная вместительная сумка. И на талии можно повесить пояс из серебряных цепочек с кулонами. В комплекте три пары обуви. Это черные сапожки, черные туфли-лодочки и босоножки с сиреневой подошвой. Четвертая кукла в 2005 году это Skin is in из коллекции Exotic Fusion. Скульпт керри 1.0, тип тела FRA, с кентом FR White. Эта керри вышла тиражом 1400 штук на мир и продавалась за 50 долларов. Она с длинными прямыми рыжими волосами, передние прядки зачесаны назад, брови тонкие и рыжие, глаза фиолетового цвета и подведены голубыми тенями. На губах яркая красная помада. И это довольно простой выпуск в купальнике. Купальник вишневого цвета на ножках золотые босоножки. В ушках у нее массивные золотые серьги с подвесками и есть темные очки, золотой оправе, золотой браслет и сумка. И последняя кукла этого года вышла в коллекции Royal Teenie и называется Something Hot. Скульпт керри 1.0, с кентом FR White, тип тела FRA. Тираж этой куклы 1100 штук на мир и продавалась она за 53 долларов. Ее черные волосы убраны в высокую прическу и повязаны персиковым шелковым платком. Брови тонкие и темные, серые глаза подведены персиковыми и желтыми тенями до самого правей. На губах нюдовая помада. Одеты керри в твидовое светлое платье без рукавов с персиковым ремешком на талии, на ножках с собой на пробковой танкетке. В комплекте есть маленькие жемчужные сережки, темные очки в розовой оправе и розовая коробочка. В 2006 году нас ждали еще керри. Ей первой стала Vice Curry Sato из пляжной коллекции Miami. Скульпт керри 1.0, с кентом FR White. И это кукла на новом теле FR Toll. Давайте вспомним, чем она отличается от предыдущего. Кукла вышила тиражом 850 штук на мир и продавалась за 55 долларов. У нее темные прямые длинные волосы, разделены на прямой пробор. Брови коричневые, старые глаза с ярким макияжем в розовых и коричневых оттенках. На губах темно-вишневая помада. Одета она в черный купальник Monokini и на ножках черной босоножки с завязками. В комплекте есть красные коралловые бусы и темные очки. Вторая кукла называлась La Belle de Soir. И вышла она в коллекции Modern Pompadour. Напомню, что куклы в этой коллекции были с париками. Мы с вами видели такую коллекцию уже и когда говорили об Адель и о Веронике. Скульпт керри 1.0, с кентом FR White, тип тела FR Toll. Тираж 1600 кукол, а изначальная стоимость 70 долларов. Голова у нее окрашена в коричневый цвет, как будто бы у нее короткая прическа. Брови коричневые, голубые глаза подведены фиолетовыми тенями. Нижнее веко подведено белыми тенями. На губах бледная помада под тон кожи. И на щеке есть мушка. У нее парик черного цвета, волосы длинные и прямые. Лоб прикрывает густая челка. Одета она в серый корсет с черным кружевом. Черные сетчатые чулки на подвязках. И черные лаковые сапоги. На шее есть маленький черный бантик. Возможно, выходила в этом году еще одна кукла. Трасс Оффэмэта. С очень маленьким тиражом. Но после долгих исследований мне показалось, что она выходила все-таки не в этом году, а в 2008. И поэтому расскажу о ней чуть позже. Но, возможно, я ошибаюсь. И в 2006 она тоже выходила. А пока 2007 год. И выходит сразу пять кукол. Кукла Living Dangerously из коллекции Культ Кутюр. Это базовая кукла. Скульпт Керри 1.0. Скинтон FR White. Тип тела FR Tall. Тираж 1000 кукол. И продавалась она за 70 долларов. У этой Керри длинные прямые рыжие волосы. Брови темные и с резким изгибом. Глаза зеленые, а макияж в спокойных нудовых оттенках. Одета она в шелковое белье синий-фиолетового цвета с черным кружевом. И кимоно из такой же ткани. На ножках черные босоножки. В ушках есть сережки-гвоздики. Следующая кукла из коллекции Культ Кутюр. Под названием Dark Narcissus. Скульпт Керри 1.0. Скинтон FR White. Тип тела FR Tall. Тиражка 1000 штук на мир. И продавалась она за 100 долларов. Волосы у этой куклы черного цвета с отдельными синими волосками. Волосы длинные прямые, лоб прикрывает густая челка. И прическу украшает цветок из черной ткани. Глаза подведены серыми тенями. На губах темная помада. И над губой есть мушка. Одета она в платье, которое имитирует костюм с юбкой, карандашом, топом и болеро с короткими рукавами. На талии черный ремешок. На ножках надеты черные босоножки. В ушках небольшие сережки из черного жемчуга. На руке браслет с подвесками. Есть небольшая серебристая сумка, кошелек и веер. И это один из моих самых любимых выпусков Кёри. Следующая кукла из коллекции Style Du Jour. Называется она Buena Serra. Скульпт Кёри 1.0, тип тела FR Toll. И у этой Кёри новый скинтон. Называется он Latina. Вышла она тиражом 1200 кукол и продавалась за 79 долларов. Это яркая пляжная Кёри с коричневыми недлинными волосами, закрученными в кудри. В прическу ее украшают цветы. К Кёри глаза подведены голубыми и коричневыми тенями. Брови тоже коричневые. Помада ярко-красная, а над губой есть мушка. Одета она в красную рубашку без рукавов, завязанную под грудью. И короткие шорты и трехцветные очаровательные босоножки. И эта кукла мне тоже очень нравится, хотя Кёри я в ней вообще не узнаю. Кукла под названием A Brighter Side вышла тиражом 500 штук на мир и продавалась за 250 долларов. Скульпт Кёри 1.0, тип тела FR TOL. И скинтон тоже новый, называется JAPAN. На этот раз Кёри блондинка с длинными прямыми волосами. Передние локоны зачесаны назад. Макияж у куклы спокойный и в холодных оттенках. Тени под брови желтоватого цвета. Сами брови тонкие и светло-коричневые. И это тоже гифцет с несколькими вариантами нарядов. Первый наряд это вечернее платье с цвета слоновой кости и силуэта русалка. И подол сделан из большого количества оборок и перьев. Все платье покрывают стразы, босоножки в цвет платья. И второй образ состоит из нежно-розового атласного плаща, сумки из такой же ткани и серых босоножек на розовой подошве. Из аксессуаров есть серьги, браслет и очки в бежевой оправе. А третий вариант это розовое белье с пеньюаром, брашеным перьями. Очень красивый выпуск, холодный, возвышенный. В коллекции The Royal Life вышел гифцет с парой Google под названием Криминали Чик. Набор этот вышел тиражом 500 штук на мир и первоначальная цена его была 170 долларов. И тут Керри в паре с Франческо Леон. Но про него мы поговорим позже, когда дойдем до парней. С парнями у Интегрити, то есть вообще все немного более запутано. Скульпт Керри 1.0, скинтон FR White, тип тела FR Tall. У этой Керри длинные черные волосы, они завиты крупными локонами. Передние прядки зачесаны назад. У нее коричневые светлые брови, что выглядит довольно странно, мне кажется, в сочетании с волосами. Глаза подведены персиковыми тенями и на губах красная помада. Одета она в длинное малиновое платье-бюстье с высоким разрезом. Подол юбки украшен черным кружевом. Сверху надет синий жакет с рукавами фонарик. И на талии есть черный ремень. Босоножки черные. В ушках у Керри крупные золотые серьги с подвесками. Две Керри вышла в 2008 году. Первая кукла называлась Куик Сильвер и вышла она в коллекции The Glamorous тиражом 1200 штук. Стоила такая кукла 79 долларов. Скульпт Керри 1.0, скинтон FR White, тип тела FR Tall. И это блондинка. Волосы у нее собраны в высокий хвост и как кончики хвоста завиты. У нее темные брови с резким изгибом. Глаза подведены коричневыми тенями, а на губах ягодная помада. Она в серебряном корсете с белыми рюшками и серебряных шортиках. На ножках у нее серебряные ботильоны на шнуровке. Из украшения есть небольшие серьги, гвоздики и браслет. А вторая кукла относится к конвенции. И это та самая кукла, о которой я упоминала, когда говорила про 2006 год. Та самая кукла с маленьким тиражом. Тема конвенции была The Haste, что можно перевести как какое-то крупное ограбление. А сама кукла называлась Stras of the Matter. Переводится это как примирение. И тираж этой куклы всего 35 штук на мель и стоила на 150 долларов. Скульпт Керри 1.0, скинтон FR White, тип тела FR Tall. Это кукла с париком, поэтому голова ее окрашена в рыжий цвет. Брови тоже рыжие и на глазах серые тени. А на губах розовая помада. Парик у нее из длинных черных волос, лоб прикрыт челкой и зачесанный на бок. Кукла эта выходила в большом наборе. Одета она в короткое черное платье бюстей и черные ажурные колготки. В наборе есть пальто из черного меха. Довольно много аксессуаров. Это две черные сумки, перчатки, три пары обуви, черные ботинки и два варианта туфелек. Золотая многоярусная цепочка на шею и солнечные очки. А еще с ней в наборе шли поддельные документы, нож и пачка кэмэл. Кукла 2009 года называлась Flight Pattern и вышла она в коллекцию Future Perfect. Тираж 1000 штук на мир. Первоначальная цена на эту куклу была 99 долларов. Скульпт Керри 1.0 скинтон Japan. Тип тела Эфертол. У нее длинные коричневые волосы, собранные в низкий хвост. Брови коричневые и довольно широкие. Керри глаза подведены бежевыми тенями, помада нюдовая с оранжевым подтоном. Одета она в черную кожаную мини-юбку, синюю курточку и черные сетчатые колкотки. На ножках черные босоножки. Из украшений у нее есть серьги и браслет. Еще две Керри вышли в 2010 году. Первая называется Out of the Blue из конвенции Dark Romance. Скульпт Керри 1.0 скинтон FR White. Тип тела Эфертол. Тираж 425 кукол. Стоило 90 долларов. У нее длинные черные прямые волосы. На макушке они приподняты и собраны назад. Лоб прикрыт челкой, зачесанный на бок. И на лице объемная черная вуаль. Брови черные, темные глаза подведены синими тенями. На губах классическая красная помада. Одета она в синее атласное платье со сложным покроем. На талии черный пояс. Из украшений у нее крупные серьги и два больших браслета. А вторая кукла из коллекции Дейзл называлась Deceptively Your Gift Set. Этот набор вышел тиражом 500 штук и продавался за 175 долларов. Скульпт Кёри 1.0, скинтон Джепен, тип тела Эфер Тол. Кё, черные волосы, собранные в высокую прическу. Глаза и брови темные. Тени коричневого цвета, а помада нюдве. Есть три варианта наряда. И первый вариант это вечернее платье красного цвета. С лифом бюстье и пышной юбкой с рядами оборок. На талии бежевый атласный бант. Еще одно платье коктейльное, тоже красного цвета, ткань расшита пайетками. И есть костюм с короткой юбкой и жакетом. Дополнить эти образы можно черными длинными перчатками, черными туфельками или босоножками. Есть и украшения. Это небольшие золотые сережки с черными камнями. И кольцо в том же стиле. И есть золотой браслет с зелеными камнями. В 2011 году тоже выходило две кёри. И первой стала вступительная кукла под названием Ризин Цан. Скульпт кёри 1.0. Скинтон Латина. Тип тела Эфер Тол. Тираж этой куклы вышел с 420 штук. И стоила она 90 долларов. У этой кёри недлинные черные волосы с синевой и с легкой волной. У нее есть густая кругленькая челка. Глаза у нее подведены коричневыми тенями, а на губах розовая помада. Она в коротком белом комбинезоне с оранжевым ремнем. Сверху надета белая болеро с короткими рукавами. На ножках голубые босоножки с ремешками. Наряд дополнен золотыми украшениями с бирюзовой эмалью. Это серьги и колье в виде россыпи мелких цветочков. А вторая называлась Нор Резервейшн из конвенции Джет Сет. Скульпт кёри 1.0. Скинтон ФР Уайт. Тип тела Эфер Тол. Тираж всего 150 кукол, а цена была 150 долларов. Это кукла с короткими коричневыми волосами. Коричневые тонкие брови с резким изгибом. Глаза подчеркнуты коричневыми и розовыми тенями. На губах красная помада. Одета она в черное платье бюстье. Лиф украшен красной друпировкой. Сверху надет черный жакет с красной кокеткой. На голове черная шляпа с изогнутыми широкими полями. В ушках очень простые серьги с бисером. Есть браслет и черные туфли с красными пятками и ремешками. Еще две кёри вышло в 2012 году. Первая называется And Another Thing. И это кукла с новым уже молодым. Кёри 2.0. Скинтон ФР Уайт. Тип тела ФР Тол. Тираж 400 кукол, а цена 150 долларов. Брови и волосы у Кёри коричневые, волосы расчесаны на косой пробор и уложены красивыми волнами. Кёри глаза подчеркнуты коричневыми тенями. На губах нюдовая помада. И эта кукла продавалась в виде гифцета. В набор входило кукла в вечернем платье, костюм и белье. Платье сделано из черного атласа и оно узкое с широким шлейфом и драпировкой. Лиф с глубоким вырезом на талии и ремешок. Второй образ это юбка-карандаш серого цвета с драпировкой и серый жакет. Ворот с жакетой из черного меха. И третий вариант это кружевное черное белье. Дополнить все эти образы можно аксессуарами, черной небольшой сумочкой, черными босоножками с тонкими ремешками, серьгами с большим розовым камнем и кольцом и браслетом. И обычно вторая версия молдов у Integrity, то есть мне нравится больше, потому что она выглядит более естественно и менее кукольной. Но в случае с Керри, мне кажется, она что-то потеряла при смене молды и уже не такая оригинальная, как была раньше. А вторая кукла в этом году вышла в конвенцию Тропикалия. И назывался этот выпуск Peak Season. Скульпт Керри 2.0, скинтон FR White, тип тела FR Tall. Кукла вышла чаражом 400 штук на мир и стоила 100 долларов. Это кукла с пшеничными волосами, ложными крупными кудрями, брови у нее в тон волос, глаза карии и подведены фиолетовыми тенями. Помада сверло-розовая. Одета она в бежевый топ без рукавов, с красным сердцем спереди и в черные брюки. На голове черная шляпа с широкими полями. Из аксессуаров есть сумка кораллового цвета, солнечные очки и коралловые туфли. Есть украшения, это колье и серьги с синими камнями и коралловыми розами. В 2013 году снова было две куклы, вступительная и конвенционная. Вступительная называлась Love the One, скульпт Керри 2.0, скинтон FR White, тип тела FR Tall и тираж у нее получился 765 кукол. Стоила она 145 долларов. У этой Керри длинные черные волосы, собранные в низкий хвост. Брови коричневые. Глаза подведены коричневыми и розовыми тенями. Губы в сверло-розовой помаде. Одета она в черное узкое коктейльное платье. На голове шляпа-таблетка с вуалью. А сверху надета короткая розовая накидка. У нее есть удлиненные белые перчатки, черные туфли-лодочки, браслет и серьги-гвоздики. И есть сумка Clutch. Коллекция в 2013 году называлась Pringier. А Керри в этой коллекции Dangerous to Know. Скульпт Керри 2.0, скинтон Japan. А вот тип тела снова новый, FR-2013. Давайте вспомним, чем новое тело отличалось от предыдущего. И у этой куклы черные волосы, обрезаны челка и передние прядки. А сзади волосы собраны в узел с косой. Глаза у нее подведены зелеными тенями, а на губах классическая красная помада. Она одета в темно-зеленое парчевое платье в азиатском стиле. И в черные босоножки. А на руке с красным маникюром есть кольцо. Еще тремя Керри в Integrity порадовали нас в 2014 году. Кукла под названием Morning Dove была выпущена тиражом 300 штук. Продавалась она через лотерею за 99 долларов. И эта кукла на стареньком молде Керри 1.0. Тип тела тоже предыдущий FR-Toll. Скинтон FR-Black. У этой Керри темные волосы с мягкой волной. Зеленые глаза с фиолетовыми тенями. На губах розоватый блеск. Одена она в белое платье-футляр с вышитыми на ткани узорами. Талия подчеркнута желтым ремешком. На ножках белые босоножки с широкими ремешками. Конвенция в 2014 году называлась Gloss. Кукла Nightshade Керри Сато. С молдом Керри 2.0. Скинтон Japan. Тип тела FR-2013. Тираж 500 штук. У куклы шикарные темные волосы с мягкой волной, зачесанной на бок. Макияж у нее классический. Серо-коричневый тень и красная помада. Одета она в черный комбинезон с открытым верхом и длинными брюками. Наряд дополнен черной меховой накидкой, а на ножках черные босоножки. Маникюр и педикюр красные. Есть золотые сережки и широкий золотой браслет. Красивый гламурный выпуск и мне он ужасно нравится. Кукла Faded Desert вышла в коллекции Urban Safari. И тираж ее 700 штук на мир. Стоила она 135 долларов. Скульпт Керри 2.0. Скинтон FR-White и тип тела FR-2013. Это кукла с коричневыми волосами и бровями. С волоса зачесана в низкий хвост. Глаза ярко накрашены коричневыми тенями. На губах розовая помада. Она в светлой юбке-карандаш, декорированной шнуровкой и в жилетке с карманами. На талии коричневый ремень. На ножках коричневые ботильоны со шнуровкой. В комплекте есть серая сумка и солнечные очки. Из украшений у Керри серебряные серьги кольца и широкий браслет. И вот мы добрались уже до 2015 года. Конвенция в этом году называлась Cinematic. И на конвенции представили очень красивую Керри Idol Worship. Скульпт Керри 2.0. Скинтон Джапан. Тип тела FR-2013. Тираж 600 кукол и стоила она 140 долларов. Ее черные волосы вложены в изысканную прическу. Макияж классический, с бежевыми тенями и красной помадой. Глаза у куклы синие. Одета она в кремовое вечернее платье из атласа с отделкой из черного кружева. Маникюр и педикюр у куклы красные. На ножках у нее черные босоножки. Есть серебряные серьги и браслет. Это тоже одна из моих любимец. А кукла Fame Fable уже блондинка. Волосы у нее зачесаны на бок и уложены крупными кудрями. Скульпт Керри 2.0. Скинтон FR-White. Тип тела FR-2013. Тираж этой куклы 700 штук. Стоила она 135 долларов. Макияж у нее тоже классический. С черными стрелками и красной помадой. На щеке есть мушка. Одета она в черное платье с запахом, лифт без рукавов и с глубоким вырезом, расшит пайетками. Образ дополнен черными босоножками с ремешками, черным клатчем и черными сережками-кольцами. Есть и темные очки в черной оправе. И перейдем к 2016 году. В коллекции Delicate Bloom вышла Керри Emerging Rable. Скульпт Керри 2.0. Скинтон Джепан. Тип тела FR-2013. Тираж 700 штук. И цена была 135 долларов. У этой Керри прямые пшеничные волосы, глаза слегка подчеркнуты сиреневыми тенями и на губах персиковая помада. Одета она в кожаное бежевое платье, вышитое цветами. Платье прямое, без рукавов. Из аксессуаров у нее есть сиреневые туфли и серая сумка. Украшения золотые. Это широкий браслет и серьги. Конвенция 2016 года была посвящена супермоделям, а Керри называлась Shade. Скульпт Керри 2.0. Скинтон Джепан. Тип тела FR-2013. Тираж этой Керри был 500 штук. Это брюнетка с прямыми длинными волосами. Брови у нее тоже черные. Карии глаза подведены коричневыми и красноватыми тенями. Губы красные. Одета она в короткое платье из черного кружева. Лиф сделан в виде корсета. На ножках у нее ботильоны с ремешками. Из украшений у нее есть массивные золотые серьги и браслет. В 2017 году Керри мы не видели. И вернулась она уже в 2018. Первая кукла была представлена на конвенции Lux Life. И назывался выпуск Prosperos Complexity. Скульпт у куклы Керри 2.0. Тон кожи венгерский. Тип тела уже современный FR-60. Это то тело, на котором куклы в фэшн-ройалти выходят и по сей день. Кукла вышла тиражом 500 штук на мир и стоила 150 долларов. И это жгучая брюнетка. Ее волосы собраны в высокий хвост. Брови у нее коричневые. Глаза сильно накрашены серыми тенями. На губах розовая помада. Одета она в красивое коктейльное платье. Шита она из розовой ткани и черного кружева. На плечах банты из черного атласа. У нее довольно необычные аксессуары. Это черные ботильоны с рюшками. Черная сумка с розовой оборкой. И золотые серьги в виде крестов. Мне вообще нравятся куклы именно из этой конвенции и Керри в том числе. Кстати, если вы хотите послушать отдельно про коллекции разных годов, то напишите об этом в комментариях. Еще одна из моих любимейших коллекций. Это Sacred Lotus, посвященная Индии. Из этой коллекции у меня есть Ванесса. И посмотреть ее распаковку вы можете по ссылке. Вот там вот вверху. И внизу в описании тоже она есть. Керри в этой коллекции называлась Karma. И выходила она тиражом 850 штук. И стоила 155 долларов. Скульпт Керри 2.0. Скинтон латино. Тип тела FR 6.0. У этой губы коричневые длинные волосы с медным блеском. Глаза подчеркнуты серыми тенями. А на губах темная помада. Одета она в черный топ с длинными рукавами. И платье с драпировкой имитирующей сари. Платье короткое. И сделано оно из черной ткани с синими вытканными узорами. На ногах у Керри длинные черные сапоги. Есть прямоугольные темные очки. Кисти рук с черными перчатками. Черный кожаный клатч. И массивные серьги и кольцо. 19-й год тоже прошел без Керри. И мы ее увидели уже в 20-м. Причем в 20-м году мы ее увидели только на конвенции. И то в рамках Style Lab. То есть кукла без наряда. На Style Lab вы выбираете отдельно куклу и отдельно наряд. И Керри для этой юбилейной конвенции вышла на своем первом молде. Был использован новый для нее скинтон Cream. Тип тела FR 6.0. Тираж 400 штук. И для участников конвенции она стоила 60 долларов. Кукла с длинными прямыми волосами. Цвета темный блонд. Брови коричневые. Глаза подведены черным контуром. И сиреневыми тенями. На губах розовая помада. И в следующий раз Керри мы увидели только в 23-м году. И говорили о ней совсем недавно. Вот в этом видео. Когда обсуждали итоги клубного года. Называлась кукла Redefined Luxury. И это был большой гифцет за 299 долларов. Тираж пока мы не знаем. Он будет определен предзаказами. Сама кукла еще не вышла. И скульпт Керри Сато 1.0. Тип тела FR6.0. И скинтон новый блэш. Это брюнетка с короткой стрижкой. Волосы в нее красиво уложены. Макияж спокойный в нюдовых оттенках. И это кукла с несколькими вариантами одежды. Вечернее платье из бежевого корсета. И черной полупрозрачной юбки в горох. Свидовый черно-белый костюм. И состоящий из белой блузки без рукавов. Узкой юбки на булавках. И жакета с белым воротником и белыми манжетами. Необычное пальто с узором. Гусиная лапка. И сиреневое белье с черным кружевом. В комплекте много аксессуаров. Это черные туфли-лодочки. Длинные черные сапоги. Из черная сумка с золотой фурнитурой. Черные солнечные очки. И несколько вариантов украшений. Часть из которых хранится в кейсах. Это длинное ожерелье из золотой цепочки и жемчуга. Золотые серьги с жемчугом. Браслет. Золотое кольцо. Серебряное кольцо с камнями. Серебряное кольцо. Две пары серебряных сережек с камнями. И брошь. Этот выпуск мне тоже очень и очень понравился. Хорошее возвращение Керри. Спасибо, что посмотрели это видео. Я надеюсь, что оно было для вас интересным. А персонаж Керри Сато стал чуточку ближе. И может быть вы взглянули на эту девушку совсем по-новому. Расскажите, какие выпуски вам понравились. Может быть какие-то есть в ваших коллекциях. Лично у меня нет ни одной Керри Сато. Но когда я готовила этот выпуск, я подумала, что она мне просто необходима. Это коварная женщина. Тем более, что у меня в коллекции есть и Наталья Фаталь, и Вероника Перин. И как же без Керри в этой компании. И меня радует, что они вернулись снова к первому молду. Возможно, они и сами считают, что первый молд Керри был интереснее, чем второй. И может быть как-то его переделают и вернутся в итоге к первому. Желаю вам всем отличного настроения. Хороших, солнечных, приятных дней. И берегите себя. И встретимся с вами уже совсем скоро. И обсудим что-нибудь еще из мира кукол. И вот так вот.